Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайной. Всем привет, друзья, с вами Андрей. Это канал Футбол, это жизнь. И это наше продолжение карьеры за игрока. Сегодня у нас, наверное, главный матч, на который мы, к сожалению, не попадаем в стартовом составе. Сегодня у нас Штутгарт играет против Ганновера. Итак, это старт второй Бундеслиги. Ну и мы, естественно, будем следить за всеми матчами, даже находясь... Ага. Вот это, кстати, фишка новая, FIFA 20. Теперь нельзя будет смотреть, просто автоматически сразу скипается матч. 2-2 сыграли. Ясно. Мы еще так увидели, мы проигрывали еще по ходу матча. Одно очко набрали мы против Ганновера. Но у нас мы не забываем, что тренировка будет именно 1-го числа каждого месяца. Именно тогда. Ну так будет, правда, друзья, реалистичнее. И не то, что вот каждую неделю приходить на тренировки. Итак, нам пришло сообщение. Предложение о трансфере. Ганновер нас как раз хочет подписать, но я пока что отклоняю. И травму на тренировке получил Фабиан Брэдлоу на 2 месяца. Ну что же, а мы переходим к тренировке. Ну и вот так вот закончились наши тренировки. Это наша вторая уже тренировка. Итак, нас даже не берут на матч второго тура против Хейм Хейма на выезде. Ну а мы, естественно, наблюдаем это со стадионом. И снова ничья со счетом 2-2. Ну что же, и у нас Кубок Германии. Мы участвуем с первого раунда. И у нас здесь Штутгарт против Бачума. Ну, кстати, также в новостях здесь говорят, кто станет лучшим нападающим в 2019 году. Серхио Гуэра, Антон Гризман, Кришн Ронадо или Лионель Месси. Итак, приходит нам еще одно предложение от Ранцерии. На этот раз Саудовская Аравия. Аль-Хилляль. Хилал, не знаю как. Считается правильно, пишите об этом в комментариях. Но нас даже не берут на первый матч Кубка Германии. Ну а сейчас мы посмотрим вообще, из какого турнира Бачум у нас. Бачум у нас играет сейчас на 13-й строчке во второй Бундеслиге с нами вместе. Мы пока что на 9-й. Итак, стартовый свисток первого матча Кубка Германии. Но здесь хотя бы мы побеждаем со счетом 2-1. Изменение в расписании. Скорее всего, теперь нам стал известен наш соперник во втором раунде, во втором круге Кубка Германии. Да, вот. Я так понял правильно? Да. Джена. Неплохой такой соперник. Он попался, хотя уже тут Бавария участвует. Но нам попадается Карл Зейс Джена. Они в первом раунде обыграли с счетом 2-1. Мюнхен 1860 года. Друзья, нас снова не берут. Уже на матч третьего тура Кубка Германии против Санкт-Паули. Но нам пришло еще одно сообщение. Предложение о трансфере. Янгбой в Швейцарии уже за нами следит. Мне кажется, наверное, нам все-таки стоило в Ганновер уходить. Потому что, ну, вообще мы не получаем никакого опыта. Хотя Ганновер идет сейчас на третьей строчке. Мы пока что с двумя очками. Итак, домашний матч против Санкт-Паули. У нас пока что две ничьи. Будли победа. Да, наконец, домашняя уверенная победа со счетом 3-1. Ну что же, теперь мы уже на четвертой строчке. До первой строчки нам остается буквально 2 очка. И снова нас наберут на четвертый уже тур Эрсбер. И снова, друзья, нас не берут на матч четвертого тура. Играем мы, между прочим, сейчас на четвертой строчке. А эта команда занимает 18 строчку. И нас даже на этот матч просто не берут. Итак, заканчивается со счетом 1-1. Мы еще и по ходу матча этого проигрывали. И в концовке сравняли счет. Вырываемся мы пока что на вторую строчку. Но у соперников наших есть еще матч в запасе. Естественно, матчи уже все сыграны, которые нам показывают. За 4 тура мы так и не сыграли ни одного матча. У нас пока что вообще нет ни одного официального матча. Но нам еще приходит одно предложение о Транцере. Теперь уже из Испании. Рай в Валикан. Вроде это уже вторая испанская лига. Ну что ж, друзья, заканчивается трансферное окно. Сейчас мы его быстро просимулируем. Но вот нам еще приходит до сих пор предложение. Интересно, от кого. А, это игроки отправляют в сборную. У нас только Марсин Каминский. Сборную Польши. Ну и все, друзья, заканчивается трансферное окно. За эти последние 10 часов нам так и не поступило ни одно трансферное предложение. Но нам приходит радостное известие, что мы выходим в основе наконец-то на следующий матч. И мы играем против команды Бачум, которые мы выиграли в Кубке Германии. Мы попали благодаря ним во второй раунд. Но Бачум, кстати, неплохо так играет. Мы сейчас на 11 строчке. А Бачум у нас на 4. Итак, у нас 6 очков у команды с первой строчки. У нас, я так понял, нет у нас даже матча в запасе. 13 очков уже набрал Ганновер. Но нам нужно... Мы еще тоже не проигрывали ни разу. Но нам нужно именно побеждать, а не играть в ничью. Итак, наш, наконец-то, дебютный матч в официальном матче за Штутгарт. Поехали. Итак, чемпионат Германии. Вторая Бундеслига. Вот так вот нас приветствует домашний стадион Штутгарта. И это наш первый матч. Поехали. И отлично. Вот он наш проход. Отдаем передачу без офсайдна. И это голевая передача. В первом же нашем официальном матче за Штутгарт в чемпионате Германии. Седьмая минута. И мы уже отдаем голевую передачу. Это просто шикарнейший, друзья. Вот так вот начинается наш путь. Не выпускали нас четыре матча в чемпионате. Ну, давайте уже говорить просто чемпионат Германии. Без разницы, что это вторая лига. Но ничего. И вот так вот замечательно левой ногой в ближний для себя угол пробивает Клемен. Вот он наш главный тренер, естественно, радуется. Ну, и на себя мы тоже записали результативное действие. Голевая передача в первом же матче Штутгарта. Так как Кубок Германии тоже уже был сыгран первый тур. Первый раунд. И вот мы ускоряемся. Бежим по флангу. Прострел. И нету гола. Но момент-то у нас возник. Я надеюсь, не было офсайда. Офсайд был. Но от нас все-таки побывал мяч ворота. Момент был хороший. Не даем выйти на нашу половину поля. Дедови. Дедови. Это наш дубль голевыми передачами, друзья. Отлично. Две голевые передачи за один матч. Это просто замечательный дебют, мне кажется. Вот так вот. А главный тренер не выпускал нас в первых пяти матчах этого сезона. Четыре в чемпионате и одна кубковая. Но вот против Бачума мы теперь отдаем еще и замечательный сквозной такой пас. И Дедови забивает свой второй гол в матче. Сменяет тренер. Мы сами попросили эту замену. Вместо нас выходит Николаш Гонзалес. Ну а мы смотрим этот остаток матча. Но пока что толку от них нет. Хороший навес. Будет ли гол? Кастро! Какой шикарный гол забивает Кастро. Просто таким парашютиком. Обманул вратаря, перекинул его. И прям под самую перекладину забивает Кастро головой. Вот еще один повтор этого момента. Дедови навешивает. И первым же касанием Кастро пробивает. И делает счет уже 3-0. Это первое разгромное. Пока что вообще в сезоне Штутгарт ни разу еще не ввел со счетом 3-0. Выигрывал, конечно, если я не ошибаюсь, 3-1 там было. Но вот чтобы 3-0 так разгромно вести еще и сухую, такого еще не было. 87-я минута матча идет. Но у нас забил Кастро. Победа над Бачумом со счетом 3-0. Наш дубль голевыми передачами. Мне кажется, все шикарно было. И оценка 8-4 в концовке матча. У нас она была вроде как повыше. И я так понимаю, серьезно? Мы лучший игрок этого матча? Да, друзья, мы лучшие игроки матча. Естественно, все-таки 2 голевых паса мы отдали. Ну и вот так вот, смотрите, полузащита наша забила по одному голу. Что же, отлично. Наконец-то я теперь надеюсь, что тренер увидит в наш потенциал. Мы попали еще и в команду недели. Сейчас мы это посмотрим. Так. Да, лучшие игроки недели. И вот мы, Андрей Хорев, видите, на последней строчке. Это отлично. Это просто замечательно. Ну и теперь Штутгарт у нас на третьей строчке идет. 9 очков у них и также у Кьеля. Но нам нужно еще 4 очка, чтобы догонять Ганнобер, который, кстати, нам предлагал перейти к ним. Но мы пока что остаемся в Штутгарте. Надеемся на то, что Штутгарт будет предоставлять нам много игрового времени. И сразу же после этого нас выпускают в матче важном. Потому что эта борьба сейчас будет идти за вторую строчку. Штутгарт против Регенсбурга. У них 10 очков. Они на втором месте. Мы на третьем. У нас 9 очков. Ну что же. Наш первый выезд за Штутгарт. Поехали. Итак, друзья. Шестой тур. Наш второй матч. Футболки Штутгарта в официальном матче. Ну что же. Две голевые мы записали на свой счет. И попали же после первого же официального матча в команду недели. Посмотрим, что будет после этого матча. Этот матч не будет как матч против Бачума. Здесь нужно играть намного серьезней. Здесь и соперник. Чуть выше, со второй строчки. Так. Уйдем немножко вот сюда вот на фланг. Вложный замах. И навесим. А тут, ну, кстати, Аскасибар. Мог бы сейчас Аскасибар забивать с нашего паса. Входит уже в штрафную. Один защитник. Удар. И это 1-0. Просто. Оставили вратаря нашего на съедение. И забивает Регенсбург первыми. В качестве хозяев они в сегодняшнем матче. И счет уже 1-0. Переводит дальше на правый фланг. Здесь уже штрафной, товарищи. И это желтая карточка. Сталер ее получает. И его сразу же меняет. После этого. Гол, друзья! Мы забиваем гол и сравниваем. И это отлично. И вот так вот отдаем честь игрокам Штутгарта. Ну и также напоминаем о себе, что мы родом из России. И вот так вот в стиле Артема Дзюба мы празднуем этот гол. Но все-таки гол головой должен был отпраздноваться именно как Артем Дзюба. Отлично! Вот здесь угол головы подстроили. И забили наш первый гол за Штутгарт. Ну что ж, друзья! Пока что отлично! У нас два матча и уже три очка результативности мы получили. Ничья с Регенсбургом в гостях. Но мы забили гол, друзья! Конечно, это обидно. Но Хоть чем-то мы помогли команде. Сохранили хотя бы одну очко. Итак, вот теперь по нас уже пишут в новостях. Хори забивает первый гол в сезоне. Хори забил первый гол в сезоне. И помог клубу Штутгарт сыграть 1-1 с клубом Регенсбург. И вот так вот наше еще и празднование попадает в сеть. Но это отлично! Он, кстати, из Бачума стал игрок месяца Ли Чонг Йонг. 31 год ему. Ну а насчет кандидатов на звание игроков Августа. Тут вообще не было из Штутгарта. Но мы продолжаем. Пока что мы на четвертой строчке. Ганновер с 13 очками лидирует. Итак, нас выпускают третий матч уже подряд против Фюрс. Сейчас мы посмотрим на какой строчке. Находится Фюрс. Фюрс находится на самом дне турнира и таблицы после 6 туров. Ну что ж, для нас это отлично. Мы сейчас идем на четвертой строчке. Забиваем. И у нас будет 13 очков. И это шанс обогнать Кьель. Еще надеемся на то, что Регенсбург не выиграет. И тогда мы попадаем на вторую строчку. Но пока что все у нас еще 6 очков. Разница до Ганновера. И матч в запасе. Ну что ж. А кстати, поздравляю вас, друзья. Теперь у нас уже 72 рейтинг. Качнули мы вот так вот незаметно. И так играем снова дома. Дома у нас, кстати, больше получается делать результативных действий. Итак, друзья. Наш третий официальный матч. Второй матч. Мы играем у себя дома. Поэтому будем надеяться на то, что выиграть нам сегодня получится. И забить или отдать голевую тоже. Наша команда соперника самая нерезультативная в лиге. За 6 матчей забили всего лишь 4 мяча. А вот она шанс. Это какой хороший сейчас был, друзья, момент. И не забиваем. Мне показалось, гол был. Отлично пробили. Но не попали в цель. Левлинг на вес. И это 1-0. Мы пропускаем снова в концовке матча. Нам еще забивает самая нерезультативная команда лиги. И вот так из последних сил мы уже прорываемся по флангу. И пробьем. Но момент был. Но гола не было. Снова Марио Гомес выходит на поле. 1-0 мы проигрываем. Команде, которая находилась на самом дне турнирной таблицы. Итак, ну теперь мы опускаемся пока что на 6-ю строчку. Но сейчас еще и другие команды сыграют свои матчи. И мы попали на 8-ю строчку. Брэд Лоу возвращается. Он получал травму на 2 месяца. Но, а у нас игра против Билл Филд. Которая находится на 3-й строчке. У нас 10 очков. У них 13. Кстати, Ганновер свою игру тоже проиграли первую. И проиграли они ее как раз Армини Билл Филд. Теперь нам приходится с ними играть. Но все так же 6 очков разницы до первой строчки. Итак, снова для нас выездной матч. И снова мы играем против лидера пока что в турнирной таблице. Команда занимает третью строчку. Мы сейчас на 8-й. Обыгрываем их. И мы сравниваемся с ними. И вот замечательный момент у нас на первых уже минутах матча. И добивать же нужно. Нет, не получилось добить. И навес. И это гол. Снова мы пропускаем. Уже третий матч подряд. Так, отлично. Идем дальше теперь. И это пенальти. Мы заработали, друзья, 11-метровый. Естественно, не мы сейчас будем его пробивать. Хотя было бы неплохо. Будет пробивать дедови. Ой-ой-ой. Что это такое? Сейчас было дедови. Но мы заработали в пенальти, друзья, в самом начале. Второго тайма. Навес. И отличный пас. Клемент просто не забивает. И забивает 2-0. Кунзе. Итак, мы попросили, нас заменили. Мы теперь просто смотрим остаток матча. Ну и пропускаем. Мы уже в концовке матча еще и третий мяч. И это полностью разгром. Так, заканчивается наш матч. Проигрываем мы его со счетом 3-0. И надеюсь, мы не очень сильно упадем в турнирные таблицы. Рейтинг у нас 6,6. Итак, после 8 туров Штутгарт... Итак, после 8 туров Штутгарт оказывается на 9-й строчке. Сейчас у нас 10 очков. Ну а на 1-й строчке все так же идет Ганновер, у которого уже 19 очков. И нам теперь нужно побеждать трижды. А Ганноверу три раза проиграть. Нам приходит предложение от Рамцери. Это от Бешикташа. Мы это уже поняли. По ходу матча нам уже рассказывали, что Бешикташа проявляет нам интерес. Но мы отклоняемся. Сейчас нам предлагали, наверное, самый дорогой контракт для нас. Это пока что 40... Так, как вообще посмотреть? Вот статистика, характеристика. А финансы где-нибудь можно это вообще посмотреть? Да, вот актуальная зарплата у нас пока что 11 тысяч евро в неделю. Но нам предложили уже в 4 раза больше. Но пока что у нас такая себе статистика. 4 матча. 1 выиграли, 1 сыграли, еще 2 проиграли. 1 гол и 2 голевые передачи. За 4 матча у нас 3 очка. Ну что же, а теперь мы переходим к последней на этот выпуск тренировки. И закончим на этом ролик. Так, вот так мы закончили с вами тренировку. У нас прокачались дальние удары, владение дриблинг и также навесы. Ну и рейтинг все так же пока что остается у нас 72. Итак, со следующего ролика мы играем с вами в старте. Ну что же, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. С вами был Андрей и канал Футбол. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok